Сегодня, наверное, все-таки роль пикчеров и всех, кто работает с визуалом, немного меньше, чем она должна быть по идее. Кто как работает с визуалом, какие вообще есть позиции рабочие в редакциях, какие могут быть позиции, какие есть. Вот мы сегодня попросим рассказать нашей редакции. И мы начнем, наверное, с Касси. Всем привет, я арт-директор 34МА и вообще 34Медиа. То есть у нас 34Тревел, 34МА, Першак, Гоуто Беларусь и в прошлом году еще Минск на Дэд запустился. У нас вот столько много проектов. И на данный момент у нас всего, если считать департамент дизайна, мы в кафедре дизайна работаем 4 человека. Я все дизайнер. Я не знаю, еще есть ли медиа, где столько много дизайнеров вообще существует, но мы пришли к тому, что это необходимо. И, кстати, пользуясь случаем, раз уж так, то оглашу, что мы еще ищем стажера, так что мне можно писать. Еще ищем одного стажера-дизайнера. Да, и, как вы видите, для нас визуал играет огромную роль. И мы очень стараемся оформлять наши материалы, всячески влиять на их оформление от задумки, да, и сопровождать на этапах до финального уже выхода материалов, выверстки материалов. Я, наверное, потом уже поподробнее про это расскажу где-нибудь в середине, да. Что еще из важного, наверное, будет интересно всем узнать, что мы, достаточно у нас есть такая, мы гордимся разработкой, разработали собственную платформу, потому что когда-то, когда все начали переходить на Тильду, на Редимак, верстать в таком интерактивном формате, я все тестировала и поняла, что для нас это было очень неудобным, потому что просто мы не могли делать многого. Эти продукты, они очень, во-первых, ограничивают и фантазию, и креативность, и возможность использования разных медиа, во-вторых, привязывают к себе очень сильно. Поэтому мы разработали собственную, условно, там, не знаю, собственную Тильду Редимак, которая существует сейчас, ну, только для 34. То есть мы делали именно под себя, с помощью наших программистов, и теперь этим пользуются наши дизайнеры, и мы сделали, да, собственно, важная штука, мы сделали мануалы, которыми пользуются дизайнеры и могут пользоваться редакторы. То есть если что-то нужно поправить материалы, зависит новость и так далее, у нас каждый шаг документирован, описан, и это очень удобно, не нужно по сто раз объяснять, а все находится в одном месте. Главная страница – это такое лицо издания, поэтому мы обращаем больше всего внимания, ну, очень большое количество внимания на нее. Вот, наверное, я уже дам слово другим. Всем добрый вечер. В нашей команде работают два дизайнера, две дизайнерки. Это я и Настя Болотникова, она тоже сегодня с нами. Поскольку материалов у нас выходит много, и каждый материал мы хотим сделать как-то особенно уникально, как бы наша самая главная задача все-таки как можно больше использовать своего визуала, свои фотографии, свои иллюстрации. Будем дополнять, сейчас дополню. Дело в том, что наша ситуация не совсем типичная для белорусских медиа. Она очень похожа на 3-4 Магнет, просто потому что основатели CityDog, Бивай, они в свое время основали 3-4 Магнет. И печатный журнал, который был до него. И поэтому та культура, что в штате, в команде обязательно должен быть свой штат дизайнеров, которые занимаются и дизайном интерфейсов, и иллюстрацией, и сами, ин-хаус, она для нас, вот как и для Касси, ее команда по-прежнему очень важна. Повторюсь, наверное, не очень типичная ситуация для белорусских медиа. А работаем мы очень просто по принципу проектных команд. Наверное, вы знаете. То есть, каждую серию публикаций, каждую рубрику или каждый спецпроект мы воспринимаем как такой проект, условно назовем его таким рекламным проектом. Потому что какое-то время мы работали еще и как рекламная студия и зарабатывали этим. То есть, у проекта должен быть владелец, условно, если айтишная терминология, который следит за всеми процессами и понимает, что же мы хотим получить в итоге. И в том числе он пишет ТЗ, обсуждает, собирает команду. И вместе с этой командой мы уже определяем, когда делаем какую-то серию публикаций или спецпроект. И даже часто по отдельным публикациям мы собираемся и обсуждаем и в первую очередь визуал тоже наравне с текстами. Потому что очень часто на это забивают. Или вторая ошибка, которую часто наблюдаем, и мы тоже это проходили, когда визуал влез, а текст под рова. То есть, получается, кто-то делает себе, кто-то иллюстрирует себе или какие-то фотки другие взяли. То есть, повторюсь, мы применяем принцип проектных команд, маленьких, покрупнее, еще покрупнее, в зависимости от величины проекта. И стараемся писать четкое ТЗ. По примерам мы пройдемся немножечко позже. Я сейчас хотела бы то же самое спросить у Юлии. Как у вас? У вас тоже принцип проекта? Фактично так. Или мне страшно приемно находится в компании тех, кто занимается визуалом. Или мне задавалось, что тут еще в арте сидеть бы нашим редакторам текстовика. У нас достатково великий отдел. Отдел называется мультимедия, где фото, видео, трошку в меньшей ступени графика разом. Страшно заездросьцим людям, у яких есть уластный дизайнер. У нас нема, али мы рухаемся в этом керунку, пакуль мы користаемся аутсорсом. Али 100% такая позиция повинна быть в редакции. Нема бильдредактора, али мы так само над этим працуем. И махчыма, вось-вось, першые, так сказать, кроки будут зроблены. Праца в редакции фактично, ну, годы три тому редакция зразумела, что фото важное. Нехай не кожная, али калі мы робим проект, но это уже кропка. В тым сэнсе, что зразумела, что проектные речи як минимуму робить три человеки. Это пишучи. Я не вельми люблю, калі называют там журналист, фото-корреспондент. Я все ж таки лечу, что все больше-меньше, это журналисты, бо так за все-таки ставятся. Ну, вот пишут, а вы тут пойдите пообстрикайте. Такого, дякую богу, у нас уже все ж таки меньше-меньше. И калі мы робим проекты, то это, конечно, журналист, фото и видео. Ну, и по махчамости долучается графика, калі уже мы бачим на процессе. Ну, и в залежності от масштабности проекта мы долучаем інші позиції. Калі коротко про распрацовку, то мы не робим ни на тільде, ни на редимаге, тому, что все ж таки мы хочем быть некими уникальными. И мы стараемся, воглі в редакции зараз такая троху палітыка, калі ёсь махчымаці жыдання даць людям перевучыцца і набыць новая кваліфікація. Мы просто страшно гонарымся. У нас был, так как мы были радыщики і были позиции гука режысёров, мы фактична своими силами і жыданням чалавека з гука режысёра зробілі программиста. І це правда нам просто здорово. Нічого невозможного. Абсолютно. Да-да-да. І це, кінечно ж, є іші аутсорс люди, які більш досвечені в программистокі, вони допомагають, але в принципі є так само, що ми працюєм над тим, як наші люди увесь щас одуковались, і у нас там ніколькі чалавек наведують курси інфографіки. Ну, коротко, це так. Ну, круто. А тут бай, да? Да, я, наверное, щас передам слово Юле Волчок, фоторедактору портала Тутбай і мої колеги. Спасибо, Оля. Согласна с высказаном Юлі, то, що ми визуалі встречаємся, обсуждаємо друг друга, фотографії, гифки і відео, але про це не слышат пишущі. Тому треба, конечно, взаємодіювання пишущих з визуалами. Якщо про нашу редакцію говорить, у нас виходить більше 200 новостей в день. І чисто с точки зрения фоторедактора, который один, і на 200 новостей, фізично, конечно, невозможно все просмотреть. Мої функції, як фоторедактора, входит, конечно же, тоже, як говорила Касія, за главной страницей, потому что главная страница – це лицо. Але по показателям у нас примерно 50 на 50 главная страница і заходів, і мобайл через новости. Ну, в общем, наблюдать за главной страницей. І ми заметили, ми з Оля разговаривали про те, що у нас в прошлое, там, позапрошлі годи було по 1500 съємок в год, а зараз – примерно 1200. Але количество фотографів у нас увеличивается, с которыми ми работаємо. Це говорить про те, що ми більше пользуємося пользовательським контентом, тому що не все новости іллюстрируються з допомогою наших фотографів. А, в общем, наш контент построен на тому, щоб закривати своїми з'ємками. Максимальне количество материалів. Ми підписали на рейтер. Зараз, конечно, фотостоки бесплатні, тому що ми не підписали на якій фотосток платний, але це по визуалу, щоб це не було прям похоже на фотосток, тому що то, чого, наприклад, мені хотілося б в идеалі добиватися, це того, щоб у нас якось равномерно, визуально було к реалістичній картині, щоб це не були якісь супер непонятні с ним. Ну, непонятні не то, що с ним, це зображення, коли це видно такий жовсткий фотосток. І це як би нашому читателю... Ну, це не приближено к житті. То есть це якісь сумасшедші коллажи. Це ще відповідається від рідполитики, від того, що медіа ставить, яку цель перед собою. Наша цель в тому, щоб показати, якщо максимально можна к реалістичність показати, тому що все-таки новости, і ми за достоверність. А хто імеє решаючий голос вообще на Тутбай? То есть между тех, хто пишет, либо все-таки пишет. Це тема сложная. Ну, тому що... Нет, це правда дуже сложна. І це завістить від матеріала просто? Це завістить і від матеріала. Опять же, тому що я, наприклад, не все в физічності можу просматрувати новости. Я тільки потім, наприклад, вважаючи якісь новини, вже можу щось з ними робити, тому що вони виходять, і ти розумієш, що треба редактировати. Менять картинку. Да. На основному пору на мене делаються новости ексклюзива. Це те, де снимають наші фотографи, то той матеріал, с чим точно на 100% стоїть работать, тому що там будуть хороші кадри, с ними їх можна розставлять красиво. А про кадри, вот если перечислить наименование, кто работает, фотографы, редакторы, пишущие, да, вообще, кто по визуалу еще? То есть есть какая-то опция отдельно? У вас же видеоотдел сейчас появился. У нас есть видеоотдел, да, ну про видео я не буду говорить, это отдельная тема. У нас есть видео і фото, і коли ми собираємся на планерці, і еженедельній, і ежедневній, ми сразу пытаємся, по крайней мере, це не всегда получается, но пытаємся понять, к какому материалу, какой формат подойдет. Ну, і... Иногда идет і фото, і видео, потому що нужно подснимати для соцсетей, для нашого канала, ну, це вже розговор про видео, а вообще над материалом работает, ну, в зависимости от материала, тут от теми, тут і, може, бить один фотофакт, коли потрібен один фотограф, і вже, понятно, що пишущие видео, якщо нужно, к разработці обращаємся. В общем... Спасибо. Я вот сейчас хотела бы передать слово Андрею Ленкевичу. Он машет головою, он не хочет. Давайте передадим ему микрофон. На самом деле, у меня вот конкретный вопрос. Я белая дыра сегодняшнего вечера. Я не знаю, что можно сказать. Он просто искал пустой стол. Андрей, на самом деле, вот Юля классно сказала, и Юля, и Юля, і я хотела бы, чтобы ты, может быть, как-то сказал свое слово, потому что ты же ушел из фото-журналистики довольно давно. В тот момент медиа работали по другим законам. В тот момент визуал не играл такой роли, как сегодня. И ты действительно там, может быть, в какой-то момент почувствовал, что это тот самый пстрык-пстрык, который работает для того, чтобы проиллюстрировать, например, текст какой-то. Если бы тебя сейчас засунуть вот в сегодняшнюю медийную ситуацию, может быть, ты бы и не ушел из медиа? Я буду коротко. Чуть-чуть ближе микрофон. Очень серьезный вопрос. Более того, что я здесь сегодня как фото-журналист, потому что к нам приехал Яси из Хельсинки, с Анамат, и я сегодня фотографирую как фото-журналист. Кстати, у меня вопрос. Если кто-то идет в бар после этого прекрасного действия, пожалуйста, скажите. Ясик вам с удовольствием присоединится, он хочет поговорить. Поднимите руку, кто идет в бар. Ну, мы в конце вечера этот вопрос еще раз повторим. Я думаю, что это неправда, что когда я уходил из журналистики, было другое отношение к фотографии. Более того, я практически не работал для белорусских медиа. Я работал все время для новостных агентств или других газет, как и сейчас. И где вот вся эта история, которую мы здесь обсуждаем, мне кажется, такой боли нет. Потому что там есть всегда профессиональный фоторедактор, который знает, какая фотография нужна. Он ее выбирает, и фотограф фактически делает. Я уходил из фотографии, и я и сейчас бы ушел из фотографии по двум причинам. Первое. Мне стало страшно, когда вы стали говорить, ребят, честно, потому что я попал в суперпрофессиональную среду, где журналистика — это бизнес, и это был для меня самый большой страх все время. Потому что ты попадаешь в фабрику. Это была первая причина. Вторая причина — потому что ты, как фотограф, никогда не знаешь, вернее, в большинстве случаев вообще знаешь, что написано под твоей фотографией. И для этого не нужно писать статью. И ты никак не влияешь на это. Это такая большая трагедия, которая просто, мне кажется, превращает… То есть не было ощущения включенности вот в этот процесс, и не было ощущения того, что ты влияешь на что-то? Нет, не так. Когда приезжает журналист в Беларусь, он, в принципе, знает, кто хороший, кто плохой. И все. Твоя фотография играет роль такой же иллюстрации из стока, как из стока. И ты получаешься просто таким клоуном. Ну вот ты сделал, молодец. Ты поработал. Тебе кучу денег заплатили даже за этот день. Но какая разница, кто это был, и какая это фотография, если текст понятен. То есть для меня это была такая большая боль. Я понял, что это журналистика, о которой мне когда-то верилось и хотелось. Извините, что я вас погружаю. Я говорю, я буду белой дырой сегодняшнего вечера. Я шел с этой… У меня маленькие дырочки. Маленькими дырочками. Не хочу вас погружать в ужас. Это… Вы такие суперпрофессиональные. Вот что меня испугало? Вы такие все суперкрутые. Так, пять человек, все сюда встали. Это, наверное, здорово. Но мне… Вот я сейчас в таком периоде жизни, когда мне кажется, что… Я говорю последнюю мысль, и все. Я потом могу вообще не говорить. Нет, ты в конце еще скажешь. Что счастье нашего ритма жизни в Беларуси – это большое человеческое счастье. Мы можем не быть такие, как роботы, бежать куда-то. Наслаждайтесь этим. Вот пока здесь так. Наслаждайтесь. Ну, я думаю, что на самом деле присутствующие здесь вот поспорили бы с тобой насчет того, что они не роботы. На самом деле у нас максимально маленькая редакция, наверное, по сравнению со всеми. У нас всего в порядке около 10 человек. Ну, за визуал отвечаю я. Плюс еще иногда помогает наш главный редактор, Настя Рогаткова, потому что она раньше, собственно, была на этой позиции бильдом, как я сейчас. И вот когда она стала главным редактором, я пришел, стал бильдом. Вот. И нас всего двое решают вообще весь визуал. У нас основной подход к тому, что я, кстати, не согласен насчет диких коллажей, потому что я дикие коллажи очень люблю. Дикие коллажи? Да, коллаж коллажу рознь, это тоже один. А чем отличается коллаж от дикого? Ну, смотря какой, то есть, ну, дикий коллаж, это такой, который в целом может выбиваться. То есть, ну, явно людям, как по мне, не нужно. И визуализатор тоже, как по мне, он, как и журналист, должен думать, что он хочет сказать вообще своим визуалом. И коллаж, один из тех приемов, его, конечно, нужно всегда использовать с умом, что у меня тоже не всегда получается. И у многих это не всегда получается. Но при этом хороший коллаж может решить вопрос, не знаю, там, вообще в целых всех фотографиях. Ну, потому что если ты хорошо, я его сделал. Потому что коллаж, он в архитектуре часто используется. Это один из крутейших вообще направлений в искусстве. Ну, не направление, а форм подачи визуальной информации. Вот, если так можно выразиться. И в целом, то есть, ну, типа, не всегда хорошо приближаться к реальности визуалами, наверное, как по мне. Ну, у нас такая позиция. У нас, типа, основная позиция в подачи визуала, то, что это должна быть ирония какая-то. Ирония. Да, ирония. Может, немножко микрофон ближе, да? Да, окей. Вот, это какая-то ирония в визуалах. И если, ну, конечно, если там статья на какую-то мрачную тему, то там особо не паренализируешь, тогда ты уже должен именно по стилю думать и по всему остальному. Ну, а так, да, это… То есть, получается, один человек, по большому счету, оформляет все материалы. Да, кроме новостей. Вот. За новость у нас отдельно новостники отвечают. Ну, их всего сейчас двое. Сколько вы материалов примерно в день делаете? Три. Три – это вот основная. Вот хотим перейти на больше, на самом деле, потому что у нас трафик растет, внимание растет, и все-таки хочется уже куда-то идти дальше. То есть, уже по четыре, а это, значит, мне нужно к четырем. То, что сомневаюсь, что мне какого нет. На самом деле, Влад, сейчас интересный поворот. Давайте поговорим о том, насколько вообще визуал соотносится с контентом. И что как бы здесь на самом деле главенствует? То есть, визуал… Ну, просто визуал должен соотноситься с контентом. Другая вещь – то, как он соотносится. Потому что ты, как человек, который отвечает за визуал, это ты не тупая машина по производству картинок, либо по их скачиванию, либо их по доставанию откуда-то, либо еще что-то. Ты должен что-то тоже сказать им. Как и журналист, который тоже что-то говорит. Ну, можно, типа, посмотреть на тот же российский портал Батин, когда вы трансформер, который отвечает. Ну, просто отличнейший вид, как по мне, делает. Там в Украине Карабас делает гифочные коллажи. То есть, ну, тоже… Ну, Батин, когда вы трансформер, можно посмотреть. Я предлагаю сейчас посмотреть какие-то примеры тех редакций, которые сегодня к нам пришли и хотели показать вообще, как бы с чем они работают. И я хотела бы попросить Петю сейчас подключить к нам Кассию, если она еще с нами, и если она еще в Вильнюсе, насчет того, что когда визуал не иллюстрация, а, в принципе, сам по себе контент, да, меняется ли что-то тогда вообще в работе редакции, потому что 34 во всех его проявлениях – это как раз тот портал, порталы, сайты, то медиа, в котором визуал самооценен часто, и, в общем, посредством визуала, в общем, информация-то и передается, не нужно текста никакого. Да. Всем еще раз привет. Меня слышно? Да, отлично. Всем отлично. Сначала, да, хочу сказать привет Андрею Ленкевичу и Михуале. Я бы тут как бы… И я абсолютно согласна, на самом деле, с Андреем, да, с утверждением. Да, по поводу визуала. Ну, на самом деле, странно говорить о визуал и контент, потому что визуалы есть тоже контент, да, в том числе, и странно их, ну, проводить какое-то различие между ними, да, потому что очень часто мы можем сказать что-то разными вещами, и текст дополнить фото, дополнить видео, дополнить аудио, дополнить всем остальным, да, и добавить еще цвет фона, да, и это уже совершенно заиграет новыми красками. И то, к чему мы пришли в 34, это про то, что дизайнер у нас, это даже не просто дизайнер, он режиссер, ну, то есть очень сильно важна визуальная режиссура того, как читатель воспринимает материал, да, на что он смотрит сначала, что смотрит дальше, да, чем заканчивается материал, ну, вплоть до цвета фона материала, это очень сильно влияет. Я сейчас подключу, наверное, экран, чтобы было видно. Ну, вот, собственно, каждый, ну, о нашем опыте, да, каждый ресурс, он выглядит немножко по-разному. Вот, 34 Мак, Go to Belarus, вы все, наверное, видят, да, у каждого есть свой стиль. Першак, у которого достаточно такой дерзкий стиль, такой очень-очень контрастный, да, что у нас еще 4 Travel, тоже свой стиль и свое видение, да, Minsk No Dead из нового, и для каждого ресурса мы разрабатываем свою подачу материалов. Ну, вот, например, я приведу варианты, как мы делаем на першаке, даже новость мы верстаем так, чтобы это подходило под цвет, ну, вот, в данном случае цвет клипа, цвет фотографий и так далее, и это очень сильно важно, то есть это погружает нас в атмосферу того, что мы хотим сказать. Еще один пример, ну, это вот говорили про коллажи, да, коллажи могут быть тоже разные, и, ну, вот, это тоже пример того, как мы оформляем материалы, и как может быть интересным. Вроде бы материал про белорусские лейблы, и мы думали, как это интересно оформить, в итоге вот это выливается в обложки, например, потому что если вы посмотрите на любой из белорусских лейблов, даже обложки у них, по стилю обложек можно сказать, о чем это будет музыка, ну, то есть это говорит о том, что это очень сильно важно, и как бы в последнее время люди все-таки выбирают по картинке, и это правильно, ну, то есть хороший визуал, он и должен быть хорошим, он и должен соответствовать внутреннему содержанию, да. Дальше что? Так, я отключу пока, наверное, экран. Так, возможно, вы видите сейчас меня, видите ли? Видим. Отлично. Вот, и мы пришли к тому, что каждый проект должен иметь свой стиль и выглядеть узнаваемо о типографике, да, идейных решений, и сейчас очень много контента визуального, которое не может к нам пробиться, к сожалению, не знаю, к счастью, мы очень много всего фильтруем, именно потому, с точки зрения соответствия, это нашим целям и тому, что мы хотим сказать нашими ресурсами, да. Был такой пример, когда даже группа в першаке, которая хотела издаться, мы уговорили их и переделали обложку для одной из групп, обложку альбома, для того, чтобы это выглядело хорошо на странице и переведили их. Это, конечно, приятно, что можно еще даже с этой точки зрения влиять. Что еще, может, вам что-то хочется узнать? Я, фактически, по ее и учился фотографии. И тут питание в том, что тем выданиям, которые начинались зараз в вебе, им на шмат простей и они на шмат, на крок, на переде по визуалу, по якости и по новым профессиям, которые возникли. Белорусский рынок не ведал профессии фоторедактора в свою дагидатальную эпоху, да, газетный рынок жил без их, а за гэтый час уже заявилась там профессия пикчера, администратор, там, не веду, аккаунт-менеджер и дизайнер, да, и мы фактично проскокываем, ну, не кеологичные ланцужки развития нашего медиарынка, да. И в уголе белорусская журналистка, она текстуальная, она невизуальная, Андрей правильно зазначил, что неважно, якая картинка будет стоять, той же самой заглушкой на веб-сторонце, такой на 20 годах была, ну, в газетах. И снова уже, в нулевых еще, Андрей, может быть, памятая, мультимедия, памятаешь, мы все картинки робили под музыку, и это был некий один из прогрессивных форматов, который мы думали, что мы сможем трансформовать в некий новый оповед с неким меньшим нарративом. Пасля пройшло пять год, зевелись сатетки, и этот треххвилинный ролик стиснулся в одну хвилину с текстом, и это совсем інший жанр. И, ну, что еще, может быть, зайду с другого боку, мы все спрабуем некие классичные сродки, передачи визуальной информации затиснуть в 21-м стагодзе в дигитальный свет. И, ну, это вельми дивно уже, как бы мы не зможем... И не можем, да, разважать классичные некие медийные журналисты, где есть картинка, она потребляет текст, альбо она сама по себе самая достатковая. И тут мне вельми дивно, и я вельми знадея гляжу на некие экспериментальные речи, калия Кукуорг дозволяю себе иллюстровать просто скринами с фильмов, там некие сюжеты, новины, и это новая визуальная мова просто. И наломах чумах, скажем, наш матбольщим просто тупая заглушка с иллюстрацией поверх, какой еще и текст дублюется. Ну, то, где тут фотографии, я не веду. Дякую. Ну, давайте, раз микрофон-то попал, вот сейчас откроем и посмотрим, да, разные вещи. Я просто коротко скажу, что, в принципе, с визуалом мы экспериментуем не только такое классичное фото, мы зараз стараемся развивать розный формат, один из вариантов – это геймификация. Это проект, связанный с репрессованными и пошуком своих репрессованных. Можно вот так вот, стойте, вверх, и вот другую, то есть фото. Ну, вот таким чином мы рабили. У нас вогули, як бы, коли кажем про визуал, то вельми часто, як бы, что ли, не подгоняют, а из задачи нам ставят, ну, некальки, вельми часто задачи нам ставят сетки, да, потому что, в принципе, наш отдел, таки, ведаете, он такое працует на, як это, на все виды, на ньюсовиков, это мы робим звичайные ньюсы, есть речи, яке мы робим, проектные, это мы зробили, як выглядала, это в Могилёве, это, ведаете, это можно, спускайте, да, это так, стоять у меня, я не люблю, как это женщина старорежимная, я люблю мышки. Ну, это вот выглядают прикладно вот так вот. Ты берешь и... Ну, это вот про то, что так само пишется адмысловый скрипт под эту речень. Которые скрипты мы подглядаем, модификуем и робим своими. Ну, вот коротко так, я не веду, коли будут... Это фотогода мы робили, просто новую форму поспробовать, як это будет тут с гуком. А гук есть? Ну, гук есть или не про скалонки? Ну, это реально записанный гук под час дымок фото. Так отрималось, что наши журналисты часто... Ну, есть еще видики, якие ездят. Вельми часто... Нема таких чистых фотокорреспондентов, и вельми часто фото выполняют роли еще и видео пишут. И вот у нас отрималось все, что в этом годе мы имели реальные вот такие вот гуки к нашим видео, к фото. И мы просто вырешали поспробовать, совместить и поглядеть. Ну, взнятое вот не в конкретном прямо вот в момент, что называется, але вот в той момент. Вот так вот. Ну, коротко так... Юля, можно питание? Да, конечно. А, да, давай. Правильно я зрозумела, что спачатку у вас есть идея, как вы уявляете, как будет выглядеть материал, и уже выходяши из этого, вы подаете некий запрос на разработку, на працу дизайнера, ци иллюстратора, ци фотографа, ци видео, так? Ну, фактично так. Есть некая тема, например. Ну, я не знаю, что загодно. Есть тема, и, не важно, у кого она з'явилась, она может з'явиться у фотокорреспондента, она может з'явиться у пишучего, она может з'явиться загодно у кого. Он приходит, ну, звичайно, наша практика показывает, что все наши лепшие проекты – это коллективные проекты. Коли только ты начинаешь працавать сам, с некими махчимэшенными эгоистичными речами, то это не працует. Звичайно, коллективные речи дают поспехи. Человек приходит, и мы начинаем брейнстормить. Вот есть тема, вот есть идея, а что можно зарабить тут, а что можно зарабить так. Нема такого, что мы одразу докладно бачим, что вот это будет выглядать вот так вот, вот тут фоточка, вот тут видео, вот тут троху текста. Вельми часто мы едем в поле, робим материал, а пасля приезжаем, и у тебя нараджается просто з усимы інша речь. Але, в принципе, что добра в нашей редакции, что редакция нам дозволяет гуляться, не веду баловаться, и вугле робить нечто такое. Ано часам редакторы не разумеют. Вот вельми часто, калі ты кажешь, што ты будеш раби-рабіць, а не так, и поэтому вельми часто мы любим як это зарабіць, а пасля показать, и таде оно працует лепш, потому вельми часто не разумеют, что мы хочем, на вот что мы хочем, и якбы, к чему бы это. То бук нема такого, што вам дыктуець, вось у вас є шаблон, і калі ласка, весь свой крутый матеріал, робіць под гэта шаблон. Ой, не-не-не-не, у нас фактично кожный матеріал шаблон, і мы дзякуючи таву, што у нас єсть, нема дизайнера, это минус, а для того, што єсть вепрас працок, а то мы просто, ці мы глядзім на іншія праекты, і што-то берем от туль, пасля стараемся дадаваць, што ж такі сваё, каб гэта було, і то мы абсалютна тут свабодны. Наші редактары агульныя, как бы, не разумеюць, часа могуць не разумець, але не перешкаджаюць, што добре. Все, што нам как бы засталося, вот моя Мара дымахчыся, што дымахчыся бильд редактора для новіновай стушкі, для вот того, як выглядаець наша старунка. Затым тяжка, але у нас єсть асаблівасті сайта, тому, що админка, робленная не беларусами, і залежить не тільки от беларусів, це админка для всіх 20 служб, вона вельми моць нам перетискає фото. Поэтому у нас ми пишем, кажем, али нам кажуть, ну, слушайте, в Афганистані це тяжко грузиться, поэтому... І це, конечно, люди, які у нас займаються фото, вони просто плачуть і плачуть, але пакуль так. Поэтому ми стараемся, коли це реально вельми добрий фото-проект, верстаць його праектам, ну, пішучи адмыслово, як як би код, і тады ўжо фото, ты можеш глядзець пристойно. І ашше асаблівасті, яка у нас фактично все праекты павінны праглядацца на мабілкі, тому што трафік у нас з мабілкі значно більше, ніж з десктопа. Дякую. Дякую, Віаліки. Ми будем істі далі. У мене тут открытой укладки ситидох. І я хотіла б почати, наверное, з цього матеріалу. Коли ви іллюстрируєте нещо абстрактне, як вообще працює 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 працює. Крішку ось Сергій почав казати про мультимеди нулівих, і одразу після показали вось гату інтерактивну мапу Білорусі, і одразу згадався, вось час ми робили, може біть ви пам'ятаєте такі мультимеди часописи, ніхто пам'ятає, мультимеда часопис на дісках CD-Mac, 34-Mac, там діск запускаєш, там на флеші все починає вращаться і летать, да? І вось то, що зараз робиться на Тильде, Альбо, верстається інхаус-камандай, Альбо неякими падратчиками. На мою думку, гэта близка до того, що робілася тады. Просто тады это робілася такими зверскими высілками, шо там флешер сядзіть, ну там табук місяц-два піліли адзін этой дыск, пасля на маршрутце у Могилеу перадавалі, наприклад, і інші гарады, пасля там на дыску з'являліся драпіны. Тепер можна зробіць вельми худко, і у гэтам і плюс великий, і у гэтам минус. Плюс, што інструментарій вельми даступна, а минус таго, што тако інфы стало вельми шмат, і стало менш часу на яйць пажування. І адрымлівацца, што цяпер гэта інфа часто спажуваецца паверхах. Вось, я не ведаю, можа быць, хтось ці з вас карыстаецца такім інструментам аналізу, як вебвізар ад Яндекса. І гэта да той дыскусі, што першасная, фоткі ці текст, текст ці фоткі, і мы думаем про фоткі часто пазній. А паглядзіця на сесії сваіх карыстальнікаун в ваших сайтаў, да, і вы бачіцца, што ілюстраваный матеріал, іде текст, фото, текст, фото, восьмі класічну неку схему, текст, фото, 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 текст. Вельмі часты кейс, калім чытач, чытачы, вельмі шмат хто заходяць, прагортывыць гэты матеріал, спыняючыцца на фотках. На одну, на другую, на третью. І он дайшо да канца праглядзеўшу фоткі і подпісы пад імі, нікі выносы такі буйны, да, крючкі такі. І вырышоў, гэта цікава, аму ці не цікава. І он яшчэ не чытал текст, а ўже пачал глядзець фоткі, фото, історію. І вельмі часты, і вось мы сочым за тым, каб, ну і не завсёду гэта атрымлівацца, як і ва всіх, каб с гэтых фоток складалася нейка фотогісторія. Каб як мінімум чарговаліся планы, там, буйны, агульны, сярэдні, да, а як максимум зявляліся герой, пасляяны не шторабілі, пасляяны некуды шлі, пасляяны там біліся, пасляя, там, ну, табук, тоя самая прапамешкані і гэтых далей. Фоткі зараз першасныя, ілюстрацій зараз першасныя, видосы зараз першасныя, а не тэксты. А з таго, што мы робім, вертаючись до твого пытання, гэта якраз такі добрый прыклад таго, што робіць, ну, мы так для ся выршыль, може, это дрынный прыклад, што робіць, калі цяшкі ілюстроваць нейкую тэму? Рубрика стесняюсь спрасіць у нас про тое, што, ну, такі пытанні пра секс, пра зносіны, там, і гэтых далей, пра якія, якія вельмі часто гугляць. Мы глядзім статистыку запыту і робім інтерв'ю з професіаналамі. Ну, вось, ў дадзі на выпадку пра аргазм, ну, можна було пасті метадам падбору фоток, альбо яшчо більш дарагім метадам нейких здымак, вось. Але ў нас ёсць Настя, ёсць Вероніка, які апраць таго, што... Да, і закон, ну, закон да. А які, апраць таго, што яны таліновітый графік-дизайнеры, яны яшчы і добрый ілюстраторы, і файны калажи робець. Вось, яны, ў прынцапе, прапанавалі робіць гэтую рубріку так. І больш затое, вельмі часто мы падыходзім да спецпраєктаў і рубрік, як да такіх мині-сідзімагав такіх, то бок у їх ёсць, як і Кася казала, і гэта традиція, там, ёх таксама захавалася, ёсць скразны стыль, і ёсць агульны такі элементы, і агульны падыход не до всього часопіса, а до конкретных, напрыклад, у дадзі на вападку рубрік. Ну, ось, калі натісны там стысняюсь спрасіць, пасля далей можа паглядзіці самі. Там шмат ілюстраваных таким чыным матеріалам. Можа быць, пайдзім далей па укладках, каб не займаць шмат часу. А гэта шведскі праект, якій мы робім разам са Швецы, як зараз прынята казаць. І вось там ёсць асобная калажная такая стылистыка ілюстравання. І, ну, гэта якраз не паказальна, а можеш, калі ласка, атмотаць крышку ніжжэй. Там ёсць, вось, феміністкі, вяліка-вяліка, вот эта вот картінка. Там Вероніка робіла ў працях вось гэтай калажнай стылистыкі. Далей, 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 далей. Вось такі вось калажныі штукі. Тобок, гэта ўжо візуальны стыль вось гэтага праекта. Дзе може быць далі? А, і ў такім же стыле мы афармляем, напрыклад, інтерактывы, тесты, які мы робім таксама са Швецкім інстытутам. Тобок, ёсць фотоздымкі кераінь, а ёсць такі калажы, які расказываюць гісторію про тое, што яны і распавядаюць там ў сваём інтерв'ю. Ну, гэта прыклад адзінковых такіх матеріалу, які таксамы пабудаванны на калажны стыльісты цы. А, які, може біць, були случаи, когда, напрымер, дизайнер, ілюстратор предлагаўт што-то, ну, і категоріческая каўта несогласі, либо это, не знаю, взаимоотношэні, там, доверія просто к візуальному опыту. Такіх не було, тому што, ну, ў нас на гэтую тэму ў дизайнераў завсёды ёсць, ну, тако, кончаткова слова, гэта іх преферэнція, іх компетэнція. Мы абмерковымся разам, но ваходзіў в праект, ёсць праектная каманда мині, і мы абмерковымся разам задання, і ты, хто пішуць, альба ты, хто прыдумаў тэму, яны распавядаюць, пра што там будзе, як гэта лепі, ну, вось, сёня был прыклад, адзін матеріал, аммерковылі адзін матеріал, і абмэніваліся меркованнямі, як я гэгу лепі ілюстраваць, і худкім часы будзе ілюстрація. Вось, і тоя самая на ваходзі ў праекты, мы, гэта гжа сама робім таку акульну праектную сустрэчу, дзе, ў прынцыпе, дизайнеры слухаюць і прапановуюць, альба паслянікі скетчы прапановуюць. Ага, да, тут вось ў праекці с Самсунгам мы пачалі робіць 360 віда, гэта студія, якая, ну, натуральна аутсорсі, гэта робіць, можна там кликнуць і крышку пацягаць гэтае віда, і аны будуть. Можна просто картінку саму па сабе. На екране, на екране. Да, вось такусь пакрутіць. Это не нова штука, даволі такае не таная. Там самая складана не ў тым, што просто пасті і зняць, а ў тым, што зняць, што там будзе за сюжэт, каб гэта було цікаво глядзіць. Вось тут пагружэння, ў такі експериментальній, експериментальній такі діцячый садок. І аны там не шта робіць. Ну і калі казаць проєкты з Самсунгам, ў іх так сама ёсць асобныя візуал. Вось, гэта праект новаторы, і ў яго свая брендавая стылистыка, для якой мы распрацовывалі вельмі шмат элемента, вось, асобна для гэтага праекта. Я хочу сейчас маленькую вставочку сделать, потому что у мене есть такая подсказка. В пресс-клубе буде скоро мастер-класс по видео 360. Он состоится 23 февраля. Анонса ще на нашому сайте нет. Все подробности будуть в ближайшій рассылці, в ближайший понедельник. Так що подписывайтесь на нашу рассылку pressclub.by і получайте рассылку, либо просто заходите, смотрите на календарь. Поэтому вот мы подумали, что мастер-класс по съемке 360 это актуально сегодня. Продолжайте. Да, і ще хотів сказати про одну реч. Да, 360 – це круто, обов'язково сходити, тому що це інструмент такий захопляльний. Про що я хотів сказати? А, да, я хотів сказати про те, що в арта, і ми так само такий підход практикуємо, поделять матеріалу у редакції, видається особливо фіччері, так звані, буйні артыкулы, на які віддавати на шмат більш часу. І відповідно засорачувати більш сил на тим, як їх добре ілюструвати, ліпі ілюструвати, віддати на їх більш часу, як на выході отрималося нешто таке цельне, класне і привабне. Може біць там більші приклади. Це що ми показували. Ремент анімацій, наверно. А, ну да, це приклади такіх анімацій, гэта і знову новатори, напевно може біць тож. Це якраз тот прект, на каторый отдається, ну, в принципі. Да, ну, ось ми зробіли свій руховічок, там було стало, і робимо ось такі ось, ну, там можна потягать такі ползинок. Ось, ось, і таким чином. Ну, тобі, кість такі штуки, няде, ну, на інших платформах, і можна імі користацься. Ми такі робім своє, як просто мець махчумість їх по-своєму впіливати, так, як ми хочемо. Ну, ось, наприклад, тут ровненько потрапить у рамку телефона Самсунг, шмат реклама, напевно, Самсунг надо зав'язувати на Медіатоку. Ну, і може і хопець наш... А, ось, сяще свідосы. А, ось, 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 ось. Гэты Настя праект прасіла паказаць. Мы вельмі шмат верстаєм на Тильдзі, але так самы вельмі шмат верстаєм такіх великих кастамных праектов, фічеров. Гэты зроблены на Тильдзі. Ось, тут шмат візуалу. У такіх праектов завсюды менш праглядаў, чым ў нейкага там малінькага артыкулу, ціна ват там навіны з эффектной фоткай. А да ў жыня праглядаў? Да ў жыня, канешне, больше. І вельмі шмат герой, які праглядаюць это до конца. І гледчі на той, што, ось, Настя верстала адзін з апошніх матеріялаў, «Как это любіць» у нас, із рубріка про вандроўкі. І там було нешто под 200 візуалів, фото. В среднім в рубріке приходят 200-300 фото. Всіх нужно обработати і поставити лого. Потім це йдет в верстку. І автор фото, він все время проти, щоб ми що-то убирали. А ми все время за це, тому що багато матеріала, і весить це дуже багато. Об'ясняйте, тому що ви не можете 300 фото поставити в матеріал. Ми ставимо. Можна вопрос, «Зачем стільки багато фотографій ставити в новость, в матеріал, навіть в спецпроект?» Отлично. Сразу багато вариантов. Я предлагаю по очереди. Дело в тому, що це не новість. Поэтому і ставимо. Проект, який рассчитан на дуже длительне чтення. Ми просто бачимо, що люди приходять, що люди возвращаються в такі штуки по выходным і довго в них залипають. У нас в своє время появився такий проєкт. Він вже давно ми з цією рубрикою закончили. Але, тим не мене, «Один день с». І там появились такі длинні публікації, коли ми цілі день проживали там с водителем автобуса, с ріалтором там ще с таким. І до цього момента як-то ми считали, що багато фоток не будуть смотреть. Але після того, як ми увидели гигантське кількість проведеного времени, дуже класні доскроли, коли там було 70 фоток з цим водителем сотки, ми подумали, що, ну а що? Анлим у всіх. Вот щас Вилком введет снова плату за Анлим, тогда, конечно, ми поскачем. А так у всіх Анлим. Смотрите, скільки хочете. А можна… Смотрим, ми смотрим доскроли. Слушайте. Історію розказати? Дискусія. Смотрите, путешествие. я просто не… То есть мы услышали позицию. На самом деле, да, я прошу ответить. То есть здесь вопрос поступил в том плане, чтобы что? Да, дочитывают. То есть это делается ради аудитории, я так понимаю, ради лояльной аудитории. Ну да. Мы не думаем, что там будет в каждый читатель, там каждую эту фотку просматривать. Но это такие глобальные проекты, которые расскажут огромную визуальную историю. Чтобы рассказать визуальную историю, достаточно 12 снимков. Смотря какую. Наши метрики показывают, что нет. Метрики показывают, что люди на 70 залипают. Серьезно. Все это не наше измышление, а данные из метрик. У нас тоже есть метрики. Нет, ну я могу сказать, что мы тоже делаем формат один день. И для того, чтобы рассказать историю, нам реально хватает, ну 15, ну максимум 20 кадров. И когда мы ставим больше 20, ну то есть, ну были там моменты, когда ставишь больше 20, и сразу просмотры, вот да, скроллов падает до 50%. Половина не досматривает. Может, это аудитория просто разная, но и нет смысла ставить, потому что рассеивается внимание, и сюжеты одни и те же. Из каждого сюжета можно выбрать абсолютно самую крутую фотографию, и она просто качественнее расскажет историю. И я просто, я если честно забыла, что мы вообще обсуждаем сейчас. Вот, я тоже хотела бы все-таки вернуть. Простите, мы забываем о смысле. Вообще о том, чтобы 70 фотографий, а смысл в чем? Потому что иногда мне кажется, что регистрация идет ради иллюстрации. То есть форма ради формы. Вот мы хотим поиграться, потому что мы так умеем, у нас программисты так научились. А ты кликаешь, вот эта игра, гиммификация, а у тебя нету послевкусия, потому что у тебя мыслей никаких не осталось. Это просто игра ради игры. Я предлагаю представиться еще. Я Даша Сопронецкая, я вольный художник, независимый фотограф. Ну, типа да. Даша, спасибо за реплику. Я прошу тогда передать микрофон, чтобы ответили. Ну, если подходить так, что иллюстрация ради иллюстрации, то, конечно, лучше не валить с этой иллюстрации. Если мы рассказываем, например, какую-то большую историю, ну, один день с человеком, который что-то делает, его постоянно там работа меняется. Метрики. Google Аналитика, Яндекс.Метрика. Мы, ну, в первую очередь, чтобы понять эффективность этих вещей, мы обращаемся к ним. Если не читают, конечно, мы не будем делать. Возьмите как визуальный бэкграунд и образование? Визуально именно? У наших дизайнеров есть. У меня визуальный бэкграунд начался в 2000 году, когда я стал делать дизайн печатного журнала. Я уже давно работаю в этой сфере, но я очень доверяю. Я предлагаю сейчас не захватывать внимание на одного человека, которому это интересно, а перейти на слайдо. Мы видим похожий вопрос, на ваш взгляд, в общем, в продолжение темы. Визуальный вкус – это врожденный скилл, или его можно прокачать? Есть так называемая насмотренность, когда тренируешь свой глаз, вырабатываешь стиль. Прекрасный вопрос. На самом деле, я предлагаю ответить из спикеров тех, кто хочет. Влад, хотел бы, да? Я полтора года учился на компьютерной графике. Немножко ближе, плоховато слышно. И ушел нафиг из этого колледжа, и пошел учиться на психолога, где узнал очень много интересного, что да, это все на качестве. Потому что хоть мы где-то аудиалы, где-то визуалы, где-то больше, где-то меньше, но тут то же самое, что и с вокалом. То есть ты можешь всегда прокачать свой вокал. Главное, кому-то надо на это больше времени, кому-то меньше. И точно с визуалом ты можешь выработать свой стиль и вообще вкус разбирания в визуале, просматриванием. То есть большим потоком просто информации, поглощая это ежедневно. И тогда да, тогда все будет таки. Влад, я вот лично соглашаюсь. Я прошу передать, кстати, Андрею, это вот кто бы прокомментировал. Но на самом деле современное искусство это та же мышца. Вы опять меня погрузите в очередную яму. Белая дыра, ваш выход. Давайте я по-другому. Я просто всех попрошу максимально, если это возможно, ездить, смотреть выставки современного искусства. Я с другого конца. И смотреть зарубежные медиа. Я вот честно смотрю дома BBC канал в интернете. Просто потому, что ответ на этот вопрос. Есть огромное количество медиа в мире, у которых огромные возможности, огромное количество денег и огромное количество профессионалов, которые могут что-то делать. И чтобы понять, как это может быть, и что можно сделать, и как это делать, нужно просто, конечно же, брать и смотреть, и получать удовольствие с других источников. Поэтому, пожалуйста, ходите на выставки. Потому что очень много того, что вы видите, я вот сейчас смотрю, это все, конечно, пришло из искусства. Просто поверьте мне на слово. Когда два-три видео соединяются в одном, это все было десять лет назад на выставку современного искусства. Все оттуда приходит. Так в 60-х еще телевизоры были составлены. Потому что это маргинально, потом выходит в мейнстрим и потом приходит к вам в медиа, и вы используете, и говорите, о, круто, какой красивый ход, и как можно привлечь и заставить смотреть человека. Я только бы ответил Миколе одну вещь. Человек, который долго смотрит 70 фотографий, ну, это логично, потому что 70 фотографий смотреть долго. Я бы, честно, мне интересно было бы спросить у этого человека, что он запомнил из того, что он посмотрел. Это вот я сижу и думаю, вот я бы точно у него узнал. Он там что? Какую он историю видел? Не знаете, вы спрашивали. Я бы еще обратила внимание, что есть фото, а есть еще и текст. И текста настолько же много, насколько и фото. И если бы мы оставили из этих 70 20, а текста было бы столько же, то это был бы просто поток, поток, поток текста, и, скорее всего, как мне кажется, из моего опыта, люди отвалились бы уже на втором абзаце. Данные фото, они просто позволяют удерживать. Да, конечно, мы могли бы что-то выбросить, но здесь еще есть и политика автора этих фото, и он, когда их нам отсылает, он отстаивает каждое фото, вот, и я уважаю его мнение. Отличный вопрос разумного баланса. Тут еще такой момент, если, смотри, если ты смотришь, например, трехминутное видео и смотришь двухчасовой фильм, у меня тогда такой вопрос, а что, неужели человек не может что-то запомнить из двухчасового фильма? Камон! Это большущая история. Ребята, если визуально рассказанный сюжет хорошо, ну, хорошо изложен визуальный сюжет, из этого можно что-то запомнить. Да. Ну, я допомню то. Ну, когда кусочком посмотрели, ну, можно вчитаться. Серьезно. Юля? Я еще дополню. Дело в том, что мы так и поступаем, да. Мы, мы в первую очередь смотрим вот Яндекс.Метрики и Гугл.Аналитики. Гугл.Аналитику. И смотрим по этим, еще медиатор показывает, то есть, да, скроллы показывает, время в этой публикации и так далее. То есть, ну, мы не делаем что-то там наобум, если видим, что это не идет. То есть, экспериментировать можно, культура эксперимента, это хорошо, да, но если мы видим, что это не идет, конечно, мы будем сокращать, да. Если мы видим, что люди сидят, читают и возвращаются там, то, ну, тогда стоит это делать. Можно я дополню про авторов? Потому что, с одной стороны, у нас есть читатель, с другой стороны, у нас есть фотограф, который, как автор, тоже хочет рассказать свою историю, и мы, приглашая его на съемку, предоставляем ему высказаться, и я очень рада, что, мне кажется, с нами работают просто одни из лучших, либо лучшие. Я вообще рада, что сегодня они почти все здесь. Так что, ребята, всем привет. и просто это все к тому, что, когда фотограф высылает вам фотографии, он делает свою супер-выборку, и человек, который не может из 70 фотографий, ну, то есть, я сейчас прошу не обижаться, который не может из 70 фотографий выбрать свою выборку, значит, ему нечего сказать фотографу, как автору. И я могу сказать, у нас есть, у нас с нами раньше работал Саша Васюкович, либо вот Дима Бружков здесь где-то находится, мы у него просим дополнительно, вышли еще, пожалуйста, одну фотографию, ну, потому что человек полностью сделал свою выборку, он все сказал, и когда я понимаю, что мне реально нужно еще доиллюстрировать текст, то тогда я уже прошу, а в целом, ну, мы должны уважать и позицию автора в том числе. Я просто коротко хочу как бы додать до слова Андрея вельми важное, это на конт, наведывание, выставу, и в принципе любых инших видов мастатства, я не веду, всего иншего, потому что мы сегодня сострелились с коллегой тут, и он говорит, слухай, вот тут бай привел тут всех своих коллег по мультимеде, говорит, а у тебя нема административного ресурса, где все твои? Ну, так вот, административный ресурс, верю, административный ресурс, напрыклад, я выкарастовую для просто промысового наведывания коллегами выстава, док кино, реально все крутые идеи узникают абсолютно из иншей сферы, какая бы просто вам подалось, а нет, поэтому ходите, глядите, читайте, и это вам докладно это поможет. Пользуясь случаем, я приглашаю всех к нам тут бай на выставку. Да, немножко подробнее, до какого числа. Оля, немного подробнее, до какого числа и где. Выставка проходит у нас в редакции, Дзержинского, 57, девятый этаж, до 5 марта, работает она с 9 утра до 18 вечера, но вы следите за мероприятиями, которые проходят в галерее, и иногда ее можно посетить вечером. Спасибо за анонс. Я хотела бы, вот сейчас был такой момент между Тутба и Ситидок, который, мне кажется, мог бы быть одной из тем будущих медиатоков. Я бы попросила аудиторию поднять руку, кому интересна тема лангридов. Большое спасибо. И обязательно мы сделаем медиаток на эту тему. Поэтому давайте мы сейчас просто не будем уходить из темы визуала в общем в медиа, а пойдем немножко дальше вперед. У нас еще, кстати, Сергей ничего не сказал по поводу того, как ты считаешь, 70 или 12? Насчет на самом деле насчет того, что материалы большие, насчет того, что врожденный вкус, либо накачивается мышца. Я не бачу никакой проблемы. У нас есть просто бездонная колька с интернета и разных сервисов. И мы все туда вкачиваем тонны всего и не маем часу читать ни 12 картинок, ни 70. Тому абсолютно не важно. И тут колеи переконуются в том, что есть метрики и это працует. У нас еще отсутная редакция онлайнер, которая простины с 80 картинок ставит. И это как спрэчка физиков и лириков, новиновых фотографов и нишевых часописов, которые рассказывают истории. Да, абсолютно не важно. Но ты скажу, у тебя не 70 картинок, это их досвид, это досвид читача. И поводины с поживания контента, есть люди, которые любят вельми шмат скролить и глядеть. Ну, я не бачу проблему. Проблема в том, что видать, как выбрать какие-то 70, перебирали 200, тут вот 300. И мы не рассказываем новины, это не новины. Есть приклады, когда с какого-нибудь ивента вываливают 80 картинок, и это люди в 5 ракурсах. Не бачу проблему. А выхование вкуса, ну, выставами, это целая индустрия. Это индустрия и рынок. Когда у редакции есть фоторедактор, билд-редактор, пикчер, это уже культура. Они транслируют эти эссенции. Ранейка, там, иллюстрователи отключения воды, все сбирались и бегали, сдымали редакции экран. Зараз пикчер, подбирая картинку, котик на батарее, да, которую транслируют на каждом просто сайте. А есть выдание, где пикчер сидит и выбирает эмоцию, которая иллюстрая это лепше. И так выховывается. Я предлагаю перейти к вопросам из слайда. Хорошие вопросы же. Какие из визуал-трендов Влад хотел еще добавить по этой же теме? была реплика? сказали, просто реально мне кажется это спор насчет писать лангриды или писать короткие тексты и сократить его. То есть какая-то редакция придерживается больше лангридов, как мы, например, у нас очень частые лангриды. В Ситидоге я чаще вижу более короткие тексты. Типа это каждого своего. Мне кажется, я тут полностью поддерживаю Сергея. Итак, следующий вопрос. Какие из визуал-трендов до сих пор не дошли до Республики Беларусь, хотя давно могли бы и должны? Да, но тут вопрос, кто хотел бы ответить? Кто знает такие визуал-тренды, которые точно должны дойти? Ну вот из того, что я могу сейчас вспомнить, что здесь упоминалось, это видео 360, которым сейчас будет мастер-класс. 23 февраля. Но на самом деле 360 фото и видео было актуально года 3-4 назад. Все с этим уже наигрались и как мне казалось, что про это уже все забыли. Но мы сейчас видели во вкладке, что дошла все-таки. Ну вот как-то дошло, да. И вот для меня я немножко удивлена, если честно. Кто-нибудь хочет ответить на этот вопрос? Я думаю, что одна из таких выучаемых тенденций это VR, иммерсивная серодзия и документальные фильмы и проекты виртуальной речоисности. Вот это докладно технология, которая иллюструя наш узровень и порог захода технологий на рынок. Так, али мы не можем дозволить приход неких технологий, которые просто дорогие и тупо не хапают ресурсы. И тут пытание и суместные працы, махчима треба объедновывать силы неких редакций на суперважные глобальные темы, которые будут потребовать некий взрывень громадской сгоды и снова же поднимать культуру визуальную. Тому бойстак и откажу. Двигаемся дальше. Вопросов очень много. Есть три секунды... О, вопрос из области биохимии, нейробиологии и офтальмологам. Есть три секунды на зрительный контакт? Три секунды? Раз, два, три. Что должен успеть сказать в это время визуал читателю? Ну, Юля. Выкликать эмоцию. Коли визуал выкликает эмоцию, тебе не выкликает эмоцию. И ты далее скроллишь, будет как в принципе скроллинговая такая система споживания любого контента. Поэтому твоя задача выкликать эмоцию. Выкликал, ура. Не выкликал, но иди мимо. Я предлагаю, если есть что-то добавить, добавлять, если нет, то мы тогда движемся дальше. На самом деле, да, если тоже взять ленту соцсетей, когда вот эти вот плашки для перехода на саму статью, то там да, то есть там нужно в колористику углубляться уже, если, например, ну, чтобы зацепить вообще внимание читателя, чтобы он вообще хватанулся, что пост есть, вот, и, ну, типа, и перешел туда, как по мне, вот это, чтобы он вообще зашел туда и увидел пост среди вот этого большого количества потока информации. У меня вопрос сейчас появился к Владу. Вот это сайт Ку-ку, да, за что обычно, ну, за что вот может зацепиться как бы по-вашему, на что вы рассчитываете, да, то есть вот какой-то из примеров для вас яркий, как для битреда. На самом деле у нас основная вещь это то, что вообще по-хорошему визуал должен различаться между собой, хоть в чем-то, да, то есть и ну на самом деле сейчас он не в самом лучшем виде, вот поэтому не стоит его наверное открывать. Современное искусство мы видим, да, да, и в общем должен на визуал, то есть где-то минимализм должен перекликаться с фотографией, где-то какой-то коллаж должен перекликаться с гифкой, вот еще чем-то, где-то плашка пустая, вот, ну да, это один из примеров иронии, например, объясняем на рыбках, что было с Настей рыбкой. Из таких тоже похожих материалов можешь загуглить, наверное, ну типа таких, которые вот сращу вызвал в фейсбуке, это диваны про диванных аналитиков, когда нам приходили, сейчас не вспомню уже, конечно. Хороший подбор картинок, я сейчас подумала, что в принципе читать не так интересно, ты просто посмотрел и как бы может быть текст там в общем как-то. Да, и то есть, ну типа юмор, как по мне, в целом, на нашей редакции, мы приходим к тому, что он должен быть и желателен, потому что когда я некоторое время ставил просто стилевый визуал, Настя мне пришла, такая, она же главный редактор, и говорит, ну еще с того, что он стильный, ну а какую эмоцию он вызовет, ну что с ним, ну типа юмор, где-то ирония, где-то сарказм в визуале, где-то еще что-то, оно дополняет, и такой читатель может что-то новое, какие-то виды себе открыть, может поржать, может ничего не подумать, может дальше пойти. Но у вас, как у битредактора, стоит выбор порой между поржать и стилем? А я иногда делаю три статьи, ну типа у нас админка довольно, это вообще отдельная боль моя, наша админка, ну это сопли редакции, это уже моя боль, она останется моей, да, становится иногда выбор, когда, ну то есть я не сказал бы, что поржать, то есть это не поржать, это все-таки, давайте назвать это иронией, но... Иронией — это улыбнуться. это... Ладно. Ладно, это вы уже ушли в сторону, хорошо? И то есть стоит выбор, когда сделать, например, можно просто стилево сделать, а можно сделать с какой-то иронией. Там вот недавно был, возможно, вот даже еще где-то на главной можно найти этот материал, не помню, сейчас, может даже ниже, где можно было с Тиндером, что-то... Там что-то с Тиндером про девушку, которая спит, в общем, с парнями из Тиндера или как-то так. В общем, ну это есть у нас ряд материалов, иногда, но это политика редакции, я очень рад, что на самом деле нас, значит, верующих-неверующих, мы более-менее схожи, что иронизировать над этим можно. Можно поставить просто на тематику всякие артовые фотографии либо иллюстрации именно такие хорошие, стилево сделать там материал про секс. Но сейчас, правда, на параллакс такого не поставишь, так же сисик, потому что Facebook будет блочить тебе и охваты тебе снимать. Вот. А можно сделать, поставить, например, там у нее что-то было про замужество, ты спрячешься, что-то выхватываешь и как бы обыгрываешь эту тему в визуале. То есть из самого текста, например, берешь какого-то героя, вот у тебя есть интервью с ним, а выхватываешь какую-то определенную нить, которая идет через весь материал. Расскажите о трендах визуала для социальных сетей, адаптируете ли контент для соцсетей. У нас шмац от сетей, я не веду, это очень важно. Радио Свобода как раз это для вас. Да, пытание от коллеги, лики этим занимаются, что-то я подозрюю. Иван В. Я вижу здесь Ивана В. Sorry. Итак, мы адаптуем 100 от 100 от сотков, ну, стараемся с большего. Нема такого, что мы робим один контент и он идет абсолютно на все плицовки. То есть, по-перше, это, ну, розная хронологична, розная по аудиторию. У нас фактично над кожным висит такая, ведайте, зробленная по аналитике, якая наша аудитория в яких сетках. И мы стараемся робить розное. Мы глядзим, что мы робим, что мы даем, например, на одноклассники, что мы даем на YouTube, что мы даем на Facebook и так далее. Поэтому и я, конечно же, выступаю за то, стоя кап... Ну, бо соцсети, это так само канал распаусюду информации. Это не так, что вот есть сайт, там я не ведаю ци газета, а вот там пойдите в сеточки и вот там всякая ерундень. Это так само канал распаусюду нашего контента, дайкова треба ставить за сурьезно и с павагой до тых людей, які туда ходят. И я выступаю весь сейчас за то, чтобы контент стварался... Бо мы, наприклад, не карыстаёмся там тильдой, не карыстаёмся рэдзимагом, и контент для соцсетей стварался не на основе конструкторов, а вручную. И тады это, конечно же, зауважна рука, зауважна нечто новое и зауважна нечто цікавое. Ну, коротка так. То есть, в принципе, у нас, наприклад, у нас зараз, это я вот коротка, чым займаецца видео-журналист, редактор, фоторедактор, який робить контент. Наприклад, стварается пэлный видеоролик, и он ещё пасля павинен зарабить адмыслова, наприклад, для Фейсбука, для Инстаграма, ещё зарабить сториз, гэтава нарезать, и так далее, и так далее. То есть, реальная такая операция у нас уже просто разложена. Бесконечная. Что да, ты можешь целый день это резать, заниматься и подбирать контент. Вот у меня попутно вопрос к коллегам. Например, в Инстаграме New York Times они часто выкладывают отдельную историю в формате сториз, и когда ты там пролистываешь очень много слайдов, на последнем слайде ты видишь команду, которая работала над созданием самой истории, и там всегда отдельно есть фоторедактор истории в Инстаграме. Кто-нибудь из коллег занимается созданием вот этого специального контента для сториза? У нас есть особный редактор для сториз, который занимается выключена сториз. Есть особный редактор, который занимается контентом ленты Инстаграма, есть редактор, который занимается сторизами в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Есть особный человек, да. Ну, мы до этого ставимся, видать, скажу, что не так, что есть наш глобальный прекрасный сайт, а все остальное повинно переходит на него. Нет, просто есть разные виды доставки нашего контента. Есть разная аудитория, которая по-разному споживает. Кто-то там залипает вельми долго, ему важно читать некие тексты, кто-то проскроливает, нам важно как бы донести информацию. Ясно, что есть имиджевые проекты, и кем мы робим, ну, трошку зыншим это. Неизвестно. Может быть, Кася, да? Давайте, мы, наверное, пойдем от соцсетей дальше. Хороший вопрос, мне очень нравится. Скажите, что, на ваш взгляд, больше всего повлияло на визуальный вкус белорусов за последние 2-3 года? Немножко философски. Я прошу коротко отвечать. Из разряда давайте ограничимся пятью словами. Да, это самое короткое, но мы никуда не отойдем от соцсеток. Я думаю, это Инстаграм. Согласна. Ну, Тубок, это починаючи от механики споживания скролла, скончающей фильтрацией теплой-холодной. И, ну, это спрощение контента, уплощение. Плоские луки, ежа, асимметричная архитектура. Мы это все бачим в заставках, в иллюстрациях новин. И мы бачим, да, вот это в контенте. Мы бачим подборки, которые с эмбэдами, там, Тубок. Вся какая-то визуальная культура, она просто, это машина по вытворению зараз визуальных, ну, не штампов, а, видать, неких нормал. Тубок, вот это новая визуальная норма. И еще попрошу варианты другие, что повлияло на белорусов. Я то же самое хотела. Может, короче? Андрей? Ничего не повлияло. О, так хороший же ответ. Ну, почему ничего не повлияло? Ну, просто выйдите на улицу и посмотрите на афиши, посмотрите на шрифты, которые используются и так далее. Ну, тут просто комаровка рядом, может быть, стильное место надо пойти. На архитектуру посмотрите, которая строится. Ну, ничего не повлияло. Вот, возьмите дрозды, посмотрите, какие дома строят богатые люди. Ну, что? Нет, к сожалению. А месяц фотографий повлиял? Нет, конечно. Повлиял. На одного человека. Много. Спасибо. Слишком мало. Спасибо. Спасибо. Так, дальше спасибо за реплику, я это не рассматриваю как вопрос. Вопрос к Ситидогу, почему не подписывали авторов, сейчас не всегда это делают. Но это не совсем в теме визуала, если вы хотите, вы можете ответить, но это не. Ну, это административный вопрос, он не имеет ничего общего с политикой, что там издание видит себя как-то или там видит себя как-то. К сожалению, поскольку это административный вопрос, я не могу вам всю вот эту вот суть вопроса сейчас здесь раскрыть. В общем, это не из вредности. Это не из вредности, сейчас мы подписываем, сейчас мы подписываем, и все с этим нормально уже. Это просто немного пахнет тем, что мы еще, ну, как бы, есть авторы, или, наверное, даже смотреть, кто автор. Да, мы подписываем сейчас. Услов... Ну, вот, да. Оля, как фотограф, да, прокомментируй, может быть, тоже. На каких условиях фотограф может влиять на визуальное повествование истории, если автором материала по большому счету считать пишущего журналиста? Ну, вот это противостояние фотографа и пишущего, с которых, в общем-то, мы начали. Если есть что-то добавить по этому вопросу, я предлагаю коротко добавить и двигаться дальше. Тут просто очень коротко, тут зависит от целей материала. И вообще, понятно, что нужно договариваться сразу фотографу и журналисту, у кого какие цели. Просто цель материала, и кто какую функцию выполняет, кому что нужно. Это просто договариваются сразу, и фотограф потом может влиять через меня, например, каким-то образом. Ну, как бы... Может быть, еще есть нюанс в том, что журналист, он больше осведомлен о теме. То есть, если идет, например, делать материал пара фотограф и журналист, журналист обычно знает больше о теме, он какое-то время над ней работал и прорабатывал. И, например, у нас не всегда есть возможность чисто физически, чтобы фотограф успел подготовиться к съемке, нагуглил там вообще, что происходит, и почитал про это. Поэтому иногда журналист выступает как ведущий, а фотограф выступает ведомым в каких-то материалах. Но иногда, например, да, получается договориться на берегу, что, например, эта тема — это чисто визуальная, и основной упор, и как бы главный герой здесь — фотограф. И журналист уже дополняет материалы. Спасибо. Я бы хотела вот спросить у Сергея. Сергей, на самом деле, ну, ты же сейчас сам стал делать материалы. Это, может быть, связано с тем, что надоело общаться с журналистами? Да, мне простее домовится. Не, тут просто повинен быть жесткий подделка. Легистория визуальная, то решай фотограф. Ну, вот и все. И так было завсёд, да, в любой визуальный журналист, ну, всё. Ну, первое место, и он как бы у фотографа, у аниматора. И зараз, на вот, в шмат таких редакциях выращая шмат, что дизайнер. Тут пытание, что над всем этим стоит контент-менеджер с отсеток, и от того, який комментар к анонсу этого материала, и он напишет так, как бы это всё и будет восприниматься. Следующий вопрос я предлагаю исключительно, как бы, к дизайнерам и адресовать, чтобы сэкономить время. Где дизайнеру... Ну, в общем, да, у нас помощь подоспела. Значит, был вопрос с тем, что где дизайнеру сейчас получить дополнительное образование? В Моушен. И на самом деле, что касается Моушена, то у нас был практически нигде. Я знаю несколько бывших коллег, которые для этого специально ездили в Англию учиться. Поэтому я конкретно точно не подскажу. Ну, достаточно много различных видеокурсов, видеоуроков. Но это как минимум на начальном этапе. А дальше по поводу школы вам подскажет интернет. Я попрошу, наверное, отключить Касю. Возможно, на этот вопрос будет дополнительный ответ от неё. Где можно динамическим форматом поучиться дизайнеру профессионально у нас, кроме самообразования? Где это имеется в виду институции, я правильно понимаю? Я думаю, не обязательно институции вообще в совершенно широком смысле. Да, ну, я на самом деле порекомендовала бы обратить внимание на 3D. Вообще все эти школы, не знаю, всё то, где обучают 3D-моделированию. В принципе, за этим будущее и всё туда стремится. Это самая, наверное, быстро развивающаяся сфера визуальная сейчас. И всё к этому идёт, на самом деле. То есть нам кажется, что это ещё далеко. На самом деле это уже в пределах 2-3 лет. И, конечно же, классическое образование и вообще книжный дизайн, полиграфия и всё то, что касается книжной верстки, журнальной верстки, классической. Я имею в виду какой-то печатный продукт, который можно посмотреть в библиотеках и так далее. Я бы вот советовала на это обращать внимание, потому что на самом деле вся классика там, все каноны там. Всё, что касается мошена и 3D, это будущее, это тоже как бы отдельная история. Ну вот, наверное, две такие сферы, которые прямо сейчас будут в огне. Потому что сейчас всё как-то мельтешит между, да, и очень часто дизайнер владеет технологиями и знает и фотошоп, и иллюстратор и так далее. Но каких-то базовых знаний, даже какой-то простой композиции, каких-то простых решений очень часто не видно. И, ну вот, был вопрос, я уже затрону тогда, что касается трендов будущего, да, это как раз 3D, это уход наоборот в простоту с другой стороны, да, и в лаконичность. И в каком-то смысле лаконичность намного сложнее, чем motion и 3D и какая-то инфографика, да, потому что в лаконичности как раз сложнее выдержать лицо. И мне кажется, всё к этому стремится, особенно учитывая то, что у нас всё больше мобильных устройств, да, и все смотрятся с мобильного, там, не знаю, 50% многих с мобильного, да, и не всегда это можно видеть контент в полной мере, да. Ну, то есть многие белорусские медиа, я думаю, верстают и не всегда представляют, откуда будет смотреть читатель, в том числе и мы, поэтому всё в экспериментах на самом деле. Вот, как-то так. Спасибо. Ещё, пожалуйста, Кася, ответь на тот вопрос, который был в начале, о насмотренности, насколько возможно для тебя это развивать? Ну, да, я, конечно, сторонник той теории, что насмотренность – это наше всё, да, и ходить в музей, смотреть фильмы, не засиживаться на бихенте, потому что как раз для дизайнеров важно получать информацию из самых разных источников, да, и визуальный стиль, и спасибо, кстати, Инстаграму, на самом деле, вот я откуда берётся стиль, я очень благодарна Инстаграму, что визуальный стиль и эстетика, на самом деле, в Беларуси очень сильно повысилась с появлением Инстаграма все наконец-то, слава богу, начали думать о том, как что-то выглядит, да, и это прям, ну, и все начали гнаться за этим Инстаграмом, потому что это очень важно, да, и возвращаясь ещё к вопросу про количество фотографий, да, я уже тогда обо всём мне тут пометки делала, вот, хочу сказать, что у нас как раз позиция тоже про то, что всё зависит от того, что вы хотите сказать, и в том числе сейчас очень много визуальных материалов и в Беларуси, и, ну, очень сильно слежу за различными американскими, европейскими медиа, да, и как раз они тоже не боятся огромного количества визуала, вот, вот, и это нормально, то есть у нас очень часто там фотоистории по 270 фотографий и досматриваются, и всё хорошо, это уже такие своеобразные фильмы. За какими именно, вопрос сейчас из зала, за какими, за какими именно ты следишь, может быть, название, да? Ну, я в основном, ну, если говорить из подписок, я подписана на Monocle, и это, наверное, для меня образец стиля на данный момент, есть очень интересный журнал Ex-Berliner, который издаётся на английском языке в Берлине, и для меня ещё один источник информации, ну, конечно же, New Yorker, New York Magazine и всё то, что там происходит, очень важно, ну, Refinery, 29 и всякие молодёжные журналы штатовские, которые тоже очень сильно влияют, да, ну, вот на Refinery я бы хотела, ну, сказать, что посмотрите обязательно, если вы не знаете, что это такое, потому что они сейчас, ну, наверное, если говорить о ресурсах, особенно если говорить о Нью-Йорке, то они прям одни из таких самых сильных в этом поле, они очень сильно развивают как раз все медийные форматы, которые только возможны, вот, что ещё. На самом деле всё, что попадётся, за всем нужно следить, и я бы вообще порекомендовала не ограничиваться Белоруссию и российскими медиа, да, СНГ-медиа, потому что как раз к нам всё приходит чуть-чуть позже, а интернет, он есть как бы у всех, и, ну, глупо этим не пользоваться. А как ты думаешь, вообще за 2-3 года вкус белорусов изменился? Вот у нас тут было такое ощущение, что что-то повлияло и что-то вообще не повлияло? Я думаю, что изменился очень сильно и будет меняться дальше. Я уже говорила, да, что немножко эстетические запросы, они повышаются постепенно, да, и я думаю, что, ну, вот, если вы посмотрите на Инстаграм в общем, да, то сейчас всё же научились классно снимать. То есть очень часто фотографы, которые снимают только Инстаграм, то есть собственные блоги, они делают многих профессиональных фотографов, да, которые снимают репортажи для СМИ. И, ну, я думаю, что всё будет, всё идёт к тому, что, возможно, Беларусь станет немного красивее, да, и немного более документированной благодаря социальным сетям и, ну, пользователям социальных сетей именно, а не медиа. Спасибо большое, Кася. Оставайся на связи. Мы уже скоро будем, на самом деле, подводить итоги. У нас ещё есть некоторые вопросы на слайдо, и я просто, честно говоря, ставлю один вопрос на ответ, вы можете меня за это гнобить в любых соцсетях. На самом деле у нас остаётся совсем немного времени, и тот вопрос, который мне бы хотелось ещё озвучить, какие информационные в продолжении ресурсы вас вдохновляют, задал некто, а задают тренды, либо, наоборот, у вас есть какие-то примеры, что работает так, как не надо, чтобы работало. Ну, наверное, может быть, из вдохновляющих, как бы, да, я думаю, можно по желанию сказать, есть ли что-то, что вы читаете, смотрите. Я всё больше, например, смотрю такой ресурс, который называется vox.com. Коллеги, вот, это их и дно улыбается, потому что я постоянно им по ушам езжу этим ресурсом. На самом деле, почему смотрю? Я сейчас говорю не только о том, какие они истории рассказывают, а о том, как они рассказывают, в том числе и с визуальной точки зрения. Мне уже довольно давно нравится визуальная составляющая этого ресурса, и совершенно недавно я узнал, что какое-то время, уже несколько лет, там арт-директором работает такой художник-инфографер Хавьер Сарацина. И, может быть, вы слышали о таком. И у меня как-то сразу всё в голове сложилось, потому что, ну, понятно, откуда растёт это общее видение. Ну, вот, если говорить не только об общем видении, то есть о подходе к фичерам, об иллюстрировании и так далее, но о частных каких-то примерах, что классно делает Vox, мне субъективно очень нравятся их веб-сериалы, видосы, многосерийники такие, как Vox Borders, может быть, видели, сериал, который делает человек с образованием, он заканчивал международные отношения, но делает такую суперовскую визуальную часть, учился этому сам. У него там миллионы, какие-то дикие десятки миллионов просмотров, уже вышел третий сезон, и с точки зрения того, как вкусно это инфографически и вообще графически оформлено, и как качественно там написаны сценарии, ну, это очень близко к тому, что хотелось бы на самом деле видеть в идеале, в таком, ну, может быть, это работает, потому что я большой фанат документалок. Когда говорили о трендах, я, кстати, подумал, что вот веб-сериалы, наверное, СМИ начнут делать в Беларуси, а потом вспомнил, что так делали уже, там, 34 про путешествия, там, когда Борис с Ромой ехали на великах, когда они там на машине на этой попустыне пилили, в разных соцсетях это все выкладывали. Я имею в виду именно веб-сериалы, потому что Рома Еди был-то раньше в мультиформатном таком виде. Но, может быть, как тренд таких веб-сериалов, документалок от белорусских медиа станет больше. Хотелось бы их больше смотреть, местного именно материала. Еще о вдохновении, да, я прошу просто как бы поднимать руку спикеров, у кого есть что сказать. Из иностранных первое, что, ну, я по одному назову, я Нью-Йорк Таймс смотрю, то, как они пытаются всегда разгадать, как сложена фотоистория, что задумывалась, ну, изучаю. Из российского такие дела, это не новостной формат, но то, что ребята делают, у нас здесь есть Оксана, дизайнер таких дел. В общем, то, что они делают в смысле новизны форматов, особенно для постсоветского пространства. И потому, что там работает еще Андрей Поликанов, фоторедактор, у которого, ну, я, можно сказать, училась, поэтому просто понимать, как бы, куда двигаются люди. Ну, такой must-have, это украинский портал Bird and Fly, который я вообще всем бы рекомендовал, особенно кто приходит долго, но долго точно про него знает, потому что идеальнейший просто показывает различные, ну, связывается со мной. Там он посвящен просто визуальному контенту практически полностью, то есть и фотоисториям пока, ну, они взаимодействуют в основном с украинскими, там, с российскими фотографами, но также берут очень много западных фотографов, проводят с ними интервью, что хотел сделать автор, что хотел он показать. И вот, ну, для того, чтобы вот рубить вот более-менее вот визуале вот этот Bird and Fly. Также по вот коллажированию, я уже сегодня говорил, это батенька-дв-трансформер, ну, типа, он очень круто разбит вообще на различные флажки, вот эти вот штуки по переходам, ну, он захватывает внимание. Потом и западных, это их вообще очень много, но такой класс со мной, он очень схож, как по мне по стилистике, 3.4, это Dazed Magazine, это британский журнал тоже, посвященный, ну, в культуре, где-то, ну, такой. Спасибо. Сергей? Тут все назвали, в принципе. Есть еще инший подход. Снизу, да, глядеть аккаунты простых людей, не от их, которые володали технологией, а от их серфить, ну, просто находить аккаунты людей, которые не ведают, как коррестаться интернетом, и там бывают открытия. Да, 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 и это так само визуальная культура, и там шмат, ну, как бы, крутых инсайтов. Дякую за параду. Юля? Я люблю глядеть BBC-видео, я, напомню, не назову ни вводного видео, якое мне там не спадабалось, там тысячи, по-моему, форматов, якие просто ураживают от документалок до коротких, да, они ведают, да, эксплейнеров, и с таких часа-часу так само по виду, что меня натхняет, это кода-стори, такие проекты есть. Дякую, Вереки. Я, в принципе, гляжу, ведаете, все, я вот подсела на стримы со в Белке. Вау. Интересно. И что там? Что там такое? Я думаю, про что там, но я вот каждый раз, видишь, как это с надеей. А что? Ну вот. Это шкалитый серфиш, вот по интернету, я в принципе люблю глядеть коллег, потому что это круто. Ну, мне страшно подобается глядеть коллег, кому-то я заиздрошу и так далее. Ну вот это. Я весь час пробую, ну, люди же по-розному развиваются. Резюме этого вечера, что вы хотели бы порекомендовать вашим коллегам, чтобы наш белорусский мединый рынок на самом деле стал визуально на ступеньку еще выше. Вот буквально, коротко, совсем коротко. Вот, Андрей, а вот с тебя, да, у тебя все равно микрофон. Я уже выключил его. Я ничего не буду советовать, я просто скажу спасибо, потому что, мне кажется, заниматься журналистикой в Беларуси – это особый вызов. Поэтому спасибо огромное, что вы это делаете. Профессионально, круто. И благодаря пресс-клубу, который делает раз в год выставку, когда можно проанализировать и посмотреть, какие технологии используются, для меня таким было большой радостью. Так что спасибо вам, коллеги. Спасибо коллегам, да, на самом деле это так. Ну и в этом году пресс-клуб также будет делать фотовыставку. Об этом мы объявим немного позже. Мне хочется сказать, что самое важное – эта команда, важно вынашивать идею, важно иметь какое-то общее видение и совместно, коллективно двигаться к этой цели. Вот у нас это есть, и я благодарна нашей команде. Вот как это так. Спасибо. Я думаю, что еще важно помнить про читателя, про пытаться понять, что он делает, как читает, как смотрит наш контент, условно мы его называем. На самом деле там столько всего, всяких форм этого контента. И в этом плане, конечно, очень хорошо погрузиться в метрики. Смотреть на них, не делать умозаключения, основываясь только на своем опыте, позитивном и негативном, а смотреть сессии в веб-визоре людей, как они, там очень много инсайтов, что они конкретно делают на сайте. Вот этот кейс, когда ты видишь его сотни, десятки раз про то, как человек сначала просматривает визуал, крупные заголовки, крупные выносы, а потом возвращается и читает текст, он вообще переворачивает картину мира. Он говорит о том, что визуал сейчас впереди, мы обсуждаем это, ну и то, что такая аудитория сегодня огромная сидит, стоит, тоже говорит о том, что эта тема должна быть, ну по крайней мере где-то, не то чтобы вторичной даже, не то чтобы равнозначной теме с текстами, но может быть даже и первичной. Спасибо. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел, откликнуться на мой плач, на мое нытье по поводу визуала в медиа. Вот, и я считаю, что самое главное, чтобы медиа все-таки пытались, наверное, воспитывать вкус зрителя, и чтобы зритель, читатель понимал, на какой ресурс он может прийти, за каким контентом. То есть мы видим, что если на Ситидоге репортажи на 70 и 100 фотографий ок, то на Тутбайе это не ок. И вот сейчас мы видели, что возникают конфликты восприятия. Я бы хотела, чтобы все-таки каждый читатель нашел свой ресурс, каждый ресурс нашел свою аудиторию. Вот, и если уже глубиться во внутреннюю кухню, я бы хотела, чтобы все-таки пишущие журналисты, редактора доверяли фотослужбе, фоторедакции, фоторедактору и учились работать в команде. Оля почти сказала то, что я хотела сказать, про то, чтобы... Не знаю, как это сделать. Может, пресс-клуб поможет? Чтобы мы все-таки не собирались... Мы поможем, да? Помогите, пожалуйста, чтобы мы не собирались... Не собирались друг для друга, потому что есть газеты, еще как бы там... Ну, я даже не говорю сейчас, есть уйма сайтов, где пишущие рулят. Я не к тому, что, как Микита говорит, что визуал ведущий, но просто, чтобы пишущие журналисты, они понимали, что картинка важна хотя бы. Не то, что не говорите сразу, что визуал рулит, а то, что картинка важна. Это я не только сейчас про наш ресурс говорю вообще. Не знаю, там поглощайтесь, наверное, желательно очень большое количество визуальной информации, в том числе и не только ее, но с большего ее. И как бы просто экспериментировать с различными подходами, наверное, это наиболее, потому что, ну, как по мне, основная проблема, что у нас очень боятся эксперимента и впихнуть что-то новенькое. У нас привыкли, что кот на трубе должен обозначать холод, вот он и обозначается это время. Спасибо. Ходить в музеи, на выставки, смотреть другие медиа в больших местах. Но на самом деле самая главная вещь – это попытаться этот диалог, эту дискуссию о визуальном вынести в пространство на уровень людей, которые принимают решения о публикациях. То есть главных редакторов, шеф-редакторов? Да, да. Ну, обычно, да, вот как раз проблема, я согласна с тем, что, может быть, и порой как раз по возрасту, то есть аудитория моложе, а, например, какие-то отцы-основатели, например, медиа, они еще как бы живут в печатных, например, медиа. Меняйте отцов, хорошо. Коротко, я бы хотела сказать, как мы не соромились и делиться прекрасными, не соромились и делиться працами один-одного, потому что каждый из нас робит важные, прихожие, сенсорные проекты, и коли мы будем, как это, популяризовать зместованный визуал один-одного, то от этого выиграем только все мы. Дякую, Воля, дякую, пресс-клуб, за встречу и коллеги. Еще у нас есть один спикер вот там, да, спасибо. Мы сейчас подключим Кассию, и хотелось бы услышать от нее некое резюме. Возможно, это и какие-то советы для редакции, для тех редакций, которые еще не так работают именно с визуалом. Да, ну, у меня три главных пункта. Первый – это, конечно же, постоянство, то есть вырабатывать свой собственный стиль. Мне кажется, это очень круто получается у Ситидога, например, у Ку-Ку. То есть, когда ты видишь страницу, ты понимаешь, где ты находишься. В основном на это влияет огромное количество мелких элементов, которые создают вот эту вот картину, и со временем это начинает вырисовываться все больше и больше. В итоге у каждого медиа появляется свое лицо. Мне кажется, это очень-очень важно. То есть, это не нарабатывается быстро, это нарабатывается долго, упорно, но если вы хотите, чтобы быть, наверное, успешным медиа, то нам просто, нам всем этого не избежать. Еще момент, конечно же, мне хотелось бы сказать, чтобы доверяли тем людям, которые работают с визуалом, фотографом, иллюстратором, дизайнером. Ну вот мы доверяем дизайнерам до такой степени, что некоторые наши дизайнеры еще и становятся редакторами, пишут колонки. Например, нам Маша Кирильчик пишет колонки, дизайнер, а Саня Мурашко стала редактором Minsk Not Dead. То есть, такое взаимопроникновение пишущих и визуальщиков, это очень-очень круто, когда все стараются делать что-то разное, но в меру возможностей. И, конечно же, еще один важный пункт – это вырабатывать собственную визуальную базу, собственный, не знаю, фотобанк или что-то такое. Я не знаю, насколько близки редакции к этому, но мне кажется, что это такой очень тоже важный шаг к облегчению работы. И в том числе, если у вас большое количество визуала в собственном стиле, то вы всегда найдете, как это использовать и будете выигрышить. То есть, если читатель видит фотографии и он понимает, о, это Студбайя, о, это Искуку, о, это ИС-34, это, мне кажется, самое важное. То есть, не пытаться быть похожим на кого-то, а искать собственный стиль и быть похожим на себя. Спасибо большое, Кася. Да, вот сейчас мы с тобой прощаемся. Аплодисменты тебе. Большое спасибо, что пересидела в тихой комнате все эти часы. Спасибо большое. И я благодарю всех, кто сегодня пришел, нашел время, силы и желания, самое главное, потому что будет желание, мы будем учиться и друг у друга, и заниматься самообразованием. Ну, а я хотела бы напомнить, что есть сайт пресс-клуба, есть рассылка пресс-клуба. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сообществу. И у нас всегда что-то интересное. Конец февраля вообще будет очень активным. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.